Всегда орус этого момента. Это ещё что? Фу, ну и чудище. Не очень ты вежливо. Нормальный ослик. Кто-то пишет, когда с другом познакомились с девушками. У таксиста поверх карты ещё идёт первый Гарри Поттер. Определённо пять звёзд. Да, отлично, он едет и смотрит кино. Супер. Если ты знаешь, что это, то, скорее всего, ты уже песок. Кто-то пишет, я слышу их. Кстати, это абсолютно бессмысленная вещь. Ну то есть, как бы, зачем? Что она делает? Просто чтобы когда ты проходил, ты задевал её? Кто-то пишет, когда идёшь с друзьями, мне показывать сценку на школьном утреннике? Это, друзья мои... Простите, я не могу. Металлика на минималках, в общем. Или Металлика до того, как стала известной. Компания людей с адекватными именами. Артемий. Артемий пишет, не понял. Артемий, они просто не вписываются своей шаблонностью в тебя. Ну так вот, я тебя успокою, да. Училка назвала фамилию неправильно. Мои одноклассники. Лицо-то, а он над кем ржут. Ну не знаю, я сам смеялся, когда мы фамилию коверкали. Это ж смешно, а чё такого-то? Кто-то, я люблю горький шоколад. Я. Не подходи ко мне, псих, кто-то пишет. А ведь кто-то когда-то смешал горький шоколад, ананасовую пиццу и томатный сок. Ну и чё, ну нормально, я вот могу всё это сожрать сразу. Можно сделать пиццу из всего этого вообще. Эта птичка каждое утро дожидается появления моего коллеги. Затем проводит весь день, глядя на себя в зеркало. И какая. Кто-то пишет, сидит такая и думает. Усраться какая я красивая. Может в машине на повторе играет Москва Тимати? Ммм, ни разу не слышал такую песню. Наверное, потому что я не слушаю Тимати, в принципе всё логично. Никто. Айфон 24. Кто-то пишет. Ээээ, что это? Психоделика. Идеальных носок? Носков. Носков это фамилия. Я помню такого певца из Парка Горького. Не существует носков. Носков в тебе не существует, ты понял? Забудьте, что я только что сказал. Какие миленькие носки кружечки пива. Девятилетний мальчик настолько одержим компьютерными играми, что играет по 6 часов в день. Люди, которые играют по 20 часов в день. Стоп, 6 часов в день я мог столько играть, когда мелкий был. Опишите школьные годы одной картинкой. Я также в метро ездил раньше. И да, друзья, всем привет, меня зовут Макс. В этом ролике у нас с вами будут мемасы. Друзья, я пишу книжки в жанре фантастика. Продаются в любом книжном магазине. В любом. Идите в любой книжный магазин, и там спрашивайте Макса Максимова о покаривце с Кубе. Но на самые популярные магазины ссылка будет в описании. Также на меня сделал ещё один блогер-обзор. И по ссылке в описании можете пройти и навалить ему лайков. Там его страничка тоже будет. Ну, ну, прикольно, когда на тебя обзоры делают. Мне нравится, чё. Это приятно. Ну, если, конечно, тебя не срут. Ладно, продолжаем мемасить. Внимание! Ребёнок из Минска нарисовал Джека Воробья. Спасибо за внимание. Джек Воробей. Президента Джека Воробья! Словарный запас моего внутреннего голоса гораздо больше интеллектуальнее внешнего. Чаще всего, думаю, я широко развернутый. А говорю, ок, чё. Гениально. Житель Подмосковья. Купил хлеб с губкой внутри. В Подмосковье, в городе Чехов, мужчина купил хлеб и обнаружил в хлебном мякише губку для мытья посуды. Кто-то пишет. Простите. Кто-то пишет. Покушал, помой посуду. Инь-янь и утянь. Хе-хей. Факт дня. Запах розмарина увеличивает объём памяти. Я. Нюхай. Нюхай. Я у мамы инженер. Это фигня ещё. Я помню, покупал шпинат замороженный, такие плоские листы шпината. Ну, Поковка была такая плоская, короче. Плоская, как, не знаю, как ломоть. Ломоть до ширака. И клал, ставил на этот шпинат замороженный свой ноутбук, потому что он грелся. А другая Поковка шпината у меня в это время была в морозилке. И их приходилось местами менять периодически. Безумный Макс. Машина жалости. Мастер парковки. Одевайте каску. Филологи бдят. Одевайте каску. Ну, типа, нужно её одеть во что-то. В одежду. А то она голая каска. Не одетая. Когда встречаешь одноклассников, у неё школы. Тайная жизнь растений. Скорее, тайная жизнь овощей. Ты не геймер, если никогда не играл в это. Блин, а то это... Это как взрыв мозга. Нахрен на такую игру, нахрен. Интересный факт. Нахренную фотосессию. Предпишет. Не такого оленя я представлял, когда читал заголовок. Типа, пьяного мужика представлял. Обычное молоко в школьной столовой. Предпишет. У нас в столовке даже молока нет. Я сегодня в школе не был. И тут со мной в автобусе классуха. Я бы сейчас мог эту музычку озвучить. Ну ладно, не буду. Предпишет. Почему ты не в школе? А почему вы не в школе? Не, вы такие друг от друга прячетесь. Пакеты на голову и сидите рядом. Никто. Абсолютно никто. Немцы, пишущие борщ. Борщ. Чего это у них? Это у них такая щ, да, короче. По-немецки щ вот так звучит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь букв там. В составе этого звука. Отлично. Супер. Наверное, там находятся врата в рай. Пельминарий. Ну и где тут птичка? В Новосибирском центре вирусологии взорвался газовый баллон. По предварительной информации, угрозы биологического заражения нет. Но это не точно. Новосибирск через неделю. Победа. А Новосибирск успешно уничтожил всю жизнь на земле. Как-то пишут. Валим в Гренландию. Чёткий батя. Настюль, привет. Привет. Суховато, однако. Привет, любимый дорогой папочка. Другой базар. Когда тебе говорят, что ты избаловал своего кота, но ты же не можешь отменить вечеринку по случаю его дня рождения. Блин, какой красивый кот, кстати. Прикольная порода. На пул похож, что ли? Не пойму. Ваш IQ 355. Вы поставили дизлайк клипу Москва. Ваш IQ 1000. Вы не смотрели клип... О, это про меня. Хе-хей. Я скажу больше, я даже ни за одного клипа не смотрел у Тимати. А, не, какой-то, может быть, даже... Не, сейчас, подожди. Цвет настроения синий. Это что у нас? Это Киркоров, по-моему, был. Ну да, значит, не смотрел. Да пофиг вообще, я другую музыку слушаю. Выхожу на кухню, а там мой кот потолок держит. Я его держу. Можешь жрать спокойно. Я же не один такой. Всегда мечтал о такой комнате. Тут пишет. Жить в этой комнате в надежде, что придут письмо из Хогвартса. Да? А ну нахрен, я бы с такой комнатой не поехал бы в Хогвартс. Вообще, это идеальный кабинет был бы. Мне вот реально не хватает кабинета, потому что я, блин, пишу книги или записываю ролики вечно где попало. Ну то есть в разных местах, где ни кабинет, туда и захожу. А хочется иметь рабочее место какое-то. Стандартное, стабильное, постоянное, блин. Нейробиологи из университета Гумбольда выяснили, что крысы обожают играть в прятки с людьми. Причем как в роли прячущихся, так и ищущего. Ищущего, все, 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 ладно, не важно. Животные научились этому в рамках эксперимента. И им так понравился процесс, что они продолжали играть и без поощрительных призов. Крысы постоянно придумывали новые стратегии и буквально прыгали от счастья. То есть, что потом они захотят захватить мир? Кажется, уже есть такой мультик. Вчера был в зоопарке, наблюдал следующую картину. В клетке сидит большой мутанг, свысока смотрит на проходящих людей. По его лицу сразу понятно, что парень башковитый. И напоминает научного сотрудника с бодуна. Так вот, возле его клетки собрались... Ээээ... люди лет так по 12-14 и кривят ему рожицы. При этом что-то показывают и говорят. Прям как в цирке, но с обратной стороны. И когда им стало скучно, так как обезьяна никак не реагировала, они успокоились. Но после этого обезьян спокойно поднимает свои руки и медленно начинает хлопать. В такие моменты начинаешь сомневаться, кто же эволюционировал. Ты пишешь, когда обезьяна у меня многих людей. Ну-ок. Чёрт, я помню тоже как-то в зоопарке пытался... Хотя не буду это вам рассказывать, вы скажите, что я дебил. Но с другой стороны у меня IQ 1000, ведь я не смотрел клип Москва. Так что ладно, всё равно не расскажу. Как ты выглядишь, когда делаешь фото с iPhone 11 Pro Max? Сейчас вылетит птичка. Интересно, у кого есть такой iPhone уже сейчас? Среди моего окружения ни у кого нету. Samsung выпустила новый холодильник, который может говорить и отвечать на вопросы. Ты пишешь, и он будет говорить, хватит жрать. Мой друг только что сказал, когда ты садишься на унитаз, ты подключаешь свою задницу к огромной городской сети, которая объединяет десятки сотни тысяч задниц, сидящих на унитазе в данный момент. Это жопный говный интернет. У вас кот просочился? Когда пришёл домой в понедельник после работы? Ну вот и всё, надеюсь, ты выдержишь новую неделю. Вот это поворот, конечно. Жесть, народ! Сохожу я, значит, в магазин, покупаю себе эту коробочку со швейным набором. Ну там, ниточки, пуговки, всё такое. Прихожу домой, открываю. А там печенюхи! Блин, печенюхи! Мне, извините, ими шить свитер или носочки? Печеньем, да? Ребята, впредь будьте аккуратней. Девушка приютила пожилую собаку. Оказалось, это был щенок, с которым её разлучили в детстве. Девочки, просите, я снова плачу. Ну, я не буду плакать. Ну, очень круто, да, трогательно. Надеваешь осеннюю куртку. Ожидание. В кармане забытая пятихатка. Реальность. В кармане забытые бумажные платочки с прошлогодними соплями. Свил себе гнездо. Когда тебе тяжело, просто вспомни, каково этому парню каждый день заправлять постель. Эш из мультфильма про покемонов, наконец, выиграл официальную лигу покемонов, которую мечтал играть ещё с первого сезона. На это ему патент убил из 22 года, но он вообще не изменился, не постарел. В отличие, блин, от меня, например. Абсолютно все нормально чихают. Деды. Рай перфекциониста. Идеально уложенный бетон. Запишет идеально, а где следы котика? Или гуся, или курицы? Или где спящий алкаш, там, какой-нибудь бомж? Вай-фай. Теряет одну полосочку. Качество видео на ютуб. В Омске кто-то ещё сдался. Мог бы уже потерпеть три месяца. Что в России только не придумают. Департамент по депортации инопланетян. Филиал Архангельской области по городу Архангельску. Сегодня у нас повторение темы окружность. Отписка. Уже было. Баян. Скатились. Негод. Вот это вот вы. Это я стою, короче, мему. Я повторил, и вы мне так в комментариях. Фу, этот мем уже был. Макс, ты говно. Начинается. Ну чё вы? Ну чё вы начинаете? Нормально ж сидели. Стой. А ти купилепошка домой. Почему? Я прощал с акцентом. Блин, потому что это так написано. Самый лучший косплей. Блин, чёрт, это идеально. Покажите Кингу. А может, это внуки Кинга? Глупый котя, я просто хочу поиграть. Зачем ты убегаешь? Глупый человек, я уже просто хочу поиграть. Заказ недоволен заказчиком. Да, представьте, друзья мои, такое тоже бывает. Если в какой-то момент жизни вы решите, что можно постирать вещи своим шампунем вместо заканчившегося порошка, гоните эту идею прочь. Дайте уже этому парню Оскар. Он пишет. Я даже уже не знаю, он... Не, ну как... Какой он... Вы чё, прекрасно? Он гений, конечно же. Он круто делает, очень крутой чувак, очень крутой... Очень крутой чувак. Интересно, что будет? Ничего не будет, сломается эта вот хрень, которая не телефон. Отличная идея для встречи выпускников. Как ты видишь, отличная идея для встречи выпускников. Это не встречаться с выпускниками. Что ж, друзья мои дорогие, не забудьте посмотреть обзор на мою книгу. Новый, ещё один вышел. Спустя 7 месяцев блогеры начали снимать на меня обзоры. Круто. Я давно ждал этого дня. И самое интересное, когда я только свою книгу написал, я просто славал всем сообщение о том, что я написал книгу. Давайте обзоры на меня сделайте. Никто не хотел. А сейчас вон нормально всё, короче. В общем, можете посмотреть, если хотите. Ссылки в описании будут. И ещё в описании магазина, где мои книжки продаются, тоже будут. Всё, друзья, спасибо всем за просмотр. Люблю вас всех. Всем удачи, хорошего настроения. И пока-пока, до встречи в следующем видео.